Ну что, ребят, всем привет! Я очень рада сегодня всех здесь приветствовать на нашем занятии. И сегодня наша тема с вами называется Present Continuous Tense – настоящее длительное время. Что такое настоящее длительное время и когда мы пользуемся этим временем? Так вот, пользуемся мы как раз-таки таким временем, когда мы хотим выразить действия, которые происходят в данный момент речи. То есть, когда говорящий выражает действия, которые происходят на момент речи говорящего. То есть, например, давайте рассмотрим несколько примеров для того, чтобы понять, о чем идет речь. И первый пример – they are having a party next door. То есть, по соседству проходит вечеринка, то есть, в данный момент идет вечеринка. Или такой пример – oh no, baby is crying. Oh no, the baby is crying. О нет, ребенок плачет. То есть, ребенок плачет в данный момент, прямо сейчас, и поэтому мы выражаем это действие в Present Continuous Tense. Следующий пример – если за окном идет дождь, и вы хотите сказать, идет дождь, и скажите, it is raining, идет дождь. Это тоже действие происходит в данный момент, дождь идет. What are you doing? Вы очень часто задаете вот такой вопрос, когда вы звоните кому-то, и вы обычно спрашиваете, что делаешь, да? На английском это будет звучать так. What are you doing? I am waiting for my brother. I am waiting for my brother. Я жду своего брата. То есть, я в данный момент сижу и жду своего брата. Это происходит прямо сейчас, и поэтому это действие и это предложение мы будем выражать во времени Present Continuous. А давайте теперь посмотрим на то, как строить предложение в Present Continuous. Для того, чтобы строить предложение в Present Continuous, утвердительные предложения прежде всего мы рассмотрим, для этого нам нужно на первое место у нас ставится подлежащее. Далее, на второе место пойдет у нас глагол to be, который относится к данному подлежащему. То есть, как из самого первого урока мы проходили глагол to be, мы знаем, что Вот этот вот глагол to be будет стоять на втором месте в зависимости от того, какое подлежащее мы используем. На третьем месте у нас пойдет наш мысловой глагол, который выражает наше действие с инговым окончанием. Давайте посмотрим несколько конструкций для того, чтобы более четко видеть нашу картину. I am having a party. У меня идет вечеринка. You are having a party. У тебя вечеринка. You are having a party. He, she, it is having a party. He is having a party. She is having a party. It's having a party. We are having a party. We are having a party. They are having a party. Не будем далеко уходить и сразу же рассмотрим, как строить отрицательное предложение, потому что там ничего сложного, там просто после глагола to be добавляется отрицательная частичка not. Конечно же, мы можем также сокращать, и в американской или в английской речи носители языка очень часто сокращают слова в предложении, поэтому сокращение мы тоже должны знать и использовать свои речи. Так вот, если вы хотите сказать, что у вас сейчас нет вечеринки, вы скажете И теперь вы знаете, как строить. И утвердительные, и отрицательные предложения. Present continuous stand. Давайте далее рассмотрим эту тему. Теперь, конечно же, нам нужно рассмотреть вопросительные предложения, потому что вы знаете, что без вопросительных предложений никуда. Если вы хотите задать вопрос, что человек делает в данный момент, вот прямо сейчас, для этого вам нужно вынести на первое место глагол to be, на второе место пойдет существительное, и на третье место пойдет смысловой глагол с сенковым окончанием. Давайте рассмотрим все это на примере. И первый пример. Am I having a party? У меня идет вечеринка? Ответ здесь будет либо Вечеринка. Yes, I am. No, I am not. Are you having a party? У тебя идет вечеринка? Yes, you are. No, you aren't. Is he having a party? Yes, he is. No, he isn't. Are we having a party? Yes, we are. No, we aren't. Are they having a party? Yes, they are. No, they aren't. То есть здесь вы увидели, что для того, чтобы построить общий вопрос, вам необходимо, как я уже говорила, глагол to be поставить на первое место, подлежащее, и смысловой глагол с сенковым окончанием. So, we use present continuous tense for things that are happening now, or at the moment. То есть мы используем present continuous tense для того, чтобы выразить вещи, которые происходят в данный момент. At the moment имеет такое значение, как что-то вокруг данного момента. То есть если вы хотите сказать, я читаю хорошую книгу сейчас, это не значит, что вы прям сейчас ее читаете. А это значит, что вы имеете в виду, что в настоящем моменте, в настоящее время вы читаете хорошую книгу. Более того, здесь есть еще несколько моментов, которые нужно обязательно вам знать. Скажу это, сначала выражу это на английском языке для того, чтобы ваше ухо привыкало к английской речи, а потом обязательно дам вам перевод. We also use present continuous with longer periods of time. For example, today, this week, present continuous emphasizes that the action is temporary. It's not a habit. For example, I'm working from home this week because my daughter isn't very well. Что я здесь хотела вам сказать. Мы также используем present continuous с такими словами, как сегодня, на этой неделе, в этом месяце. Present continuous обычно выражает какое-то временное действие, это не привычка. То есть, например, я работаю из дома на этой неделе, потому что моя дочь не очень хорошо себя чувствует. То есть, present continuous – это не только, что вы делаете прямо сейчас. Это также может обозначать действие в том моменте, который очень близко к настоящему моменту, либо о каком-то временном действии, которое происходит в данный момент или вокруг данного момента, которое не является обычным, и оно временное. И вот, например, на этой неделе я вот так-так-так-так-так-то делаю. То есть, вы тоже скажете это во время present continuous. Ну и давайте подведем итоги. Как всегда, наша самая мощная презентация, которая делает вывод. Давайте рассмотрим наш present continuous stand в четырех различных видах предложения. Это утвердительное, отрицательное, вопросительный и специальный вопрос. Здесь мы видим, что вспомогательные слова, которые обозначают время present continuous – это now и at the moment. В утвердительном предложении смотрим. She is cooking breakfast at the moment. Она готовит завтрак в данный момент. В отрицании мы его скажем. She is not cooking breakfast at the moment. Либо she isn't cooking breakfast at the moment. В опросительном предложении мы скажем. Is she cooking breakfast at the moment? И для того, чтобы задать специальный вопрос, нам для этого понадобится специальное вопросительное слово. What is she cooking at the moment? И еще один пример. В утвердительном предложении. Your friends are doing their homework. Твои друзья делают домашнее задание. В отрицательном предложении это будет выглядеть таким образом. Your friends aren't doing their homework. В опросителном. В общем вопросе мы это видим таким образом. Are your friends doing homework? И в специальном вопросе. Who is doing homework? Так как у нас неизвестно, кто делает домашнее задание, поэтому глагол to be у нас будет is. Ну что, ребят, очень рады, что мы прошли очередной урок. Очень рады, что ваша база складывается из мелких кирпичиков и образуется какое-то общее такое понятие. Фундамент. Мы строим фундамент сейчас с вами для нашего английского языка. И это очередной урок, это очередной кирпич, который вы вкладываете в свое прекрасное здание, которое будет вам, вас всегда, которое будет всегда мотивировать вас. Вы будете добиваться всех своих целей и желаний благодаря знанию английского языка. А знание любого языка и вообще в целом новый навык, он всегда строится из базы, из базы. И поэтому сейчас очередной кирпичик вложен в ваш фундамент, с чем я вас на самом деле очень поздравляю. Если у вас возникают какие-либо вопросы, вы всегда можете связываться с кураторами или со мной. Мы всегда очень рады будем вам помочь. Обязательно практикуйтесь. Домашнее задание обязательно будет прилагаться к данному видео. Домашнее задание вы выполняете обязательно. Не забывайте выполнять тест. Ну и закрепляем пройденные уроки. Всего хорошего вам. Увидимся в следующем уроке. Bye-bye.